Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В день женского прихода на проект пришли две девушки, Настя и Майя. Майя из Ростова приехала к Денису Козловичу. Ей 24 года, она с 14 лет живет в Москве. Майя быстро нашла общий язык со всеми и уже через полчаса после знакомства увела Дениса на разговор. Настя из Ижевска работает в отельном бизнесе. Ей 22, она пришла к Ване Барзикову. Обе девушки настолько покорили парней, что их оставили в периметре, а за ворота на рокировке ушла Ольга Райская. Но за периметром Райская времени зря не теряет. Она встретилась с Николаем Барановским, бывшим участником проекта, и, похоже, парочка вынашивает план возвращения на ДОП-2. Барановский интригует. Райская заинтересовала меня новым предложением по поводу Рапунцель. Вот не могу я от него отказаться, но никак не могу. А что из этого получится, вам расскажут Узова и Бородина. На мужском голосовании ребята проголосовали против новенького Сергея Зелинского, у которого не сложились отношения с Ольгой Райской. От ухода его спас новенький Николай Устимов, решив уйти вместо него. Сергей пишет, на повторном голосовании этот человек отдал свою жизнь взамен моей и ушел с проекта. Очень мужской поступок, ты настоящий мужик. Стелла Мунасыпова не справляется с нагрузками на проекте, она чуть было его не покинула, но ее отговорил Андрей Черкасов. Сегодня был очень тяжелый эмоциональный день, пишет Стелла. Масса провокаций, зависти и лжи. Сложно мириться со многим происходящим здесь, но мы справимся. Все участники проекта, а также зрители находятся в шоке от этой новости. Татьяна Владимировна показала Илье Ябарову свой бюст и предложила мужчине заняться волшебством. За такое аморальное поведение ее оставили в карцере еще на сутки. Женя Перец в очередной раз рассталась с Алексеем Пироговым, но теперь уже виноват Леша. Перец обнаружила в его телефоне переписку с другом, где Леша пишет о симпатии к Саше Харитоновой. Андрей Черкасов улетел в Чехию работать. Он проводит развлекательные мероприятия и не забывает фотографироваться на фоне достопримечательностей. На очередном суде в рамках проекта «Судный день» рассматривали дело Дениса Козловича, который отказался составить пару в танце Натальи Бичан. Иск против него остался неудовлетворенным. Семен Фролов и Руслана Мишина занимаются бизнесом на Сейшелах. Семен ловит рыбу и они с Русланой продают ее. Кроме этого, видимо, им нечем там заниматься. Руслана пишет «Мы с Семеном рисовали плакаты для продажи рыбы. Сегодня продавали рыбу, она пошла на ура. Местные жители купили все. Круто, мне очень понравилось». Бывший участник проекта Никита Кузнецов публикует снимки с девушкой, на которой он готов жениться. Многие подписчики его страницы удивлены выбором Никиты, ведь его бывшая жена Нелли Ермолаева была гораздо красивее. Популярным именем Саши Харитоновой воспользовались мошенники. Они открыли интернет-магазин и предлагали пользователям купить одежду и другие товары. Некоторые даже откликнулись и стали заказывать понравившиеся вещи, предварительно отправив деньги по указанным счетам. Когда Саша узнала, что от ее имени орудуют мошенники, она решила сделать официальное заявление. Харитонова не открывала никаких магазинов, а ее паспортными данными воспользовались злоумышленники, чтобы безнаказанно обманывать наивных поклонников. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.